Буквально еще каких-нибудь три недели начнется прием заявок на губернаторскую премию Наши Подмосковья. А пока в МЦ Стекольной чествуют победителей и участников прошлого года. 150 соискателей, те, кого еще не успели наградить. Дело в том, что зал просто не мог за раз вместить сразу всех участников. Это почти 900 человек. Первыми на сцену вышли лауреаты. Напомним, всего в этом году 94 клинских проекта признаны лучшими в области. Все они получили денежные премии. Отметили и соискатели премии. Им вручили дипломы. Инна Малеева, например, выступала в номинации «Наследники победы». Вместе с Клинской школой по футболу проводили турниры среди дворовых команд в честь Дня Победы. Мы очень рады, что мы поучаствовали. У нас была цель, в принципе, не победа, а что дети знают, что есть такая школа, что у нас с каждым годом увеличивается количество занимающихся в нашей школе. Но это очень приятно. И это будет еще одним стимулом, чтобы дети проявляли интерес к спорту, к футболу. Все эти проекты – реальные полезные дела. Координаторы губернаторской премии отмечают – Клин в этом году звучал рекордным количеством участников премии «Наша Подмосковья». Если в самом начале, в первый год премии было подано порядка 250 проектов, то рост практически без чего-то в 4 раза. И это действительно существенно. Это говорит о том, что люди показывают свои проекты. Но самое главное – то, что они их делают. Кто-то занимается собственными стадионами для молодежи, допустим, поселка. Кто-то занимается юридической поддержкой на территории своего поселения. Каждый делает добро. И это добро оценивается не только жителями Клинского района, но и всей Московской области. Цель губернаторского проекта – поддержать социальные инициативы жителей области. Поэтому координаторы премии приглашают всех активных и неравнодушных клинчан участвовать в премии 2017 года. Напомним, заявки начнут принимать уже в апреле.